Жилой массив у истоков реки Кошкарата был построен еще в первой половине 20-го столетия. Сегодня несколько сотен жилых построек, многие из которых трудно назвать домами, не только портят внешний вид живописного района, но и несут реальную опасность. Ветхая временка обрушилась в этой части жилого сектора в начале года. По счастливой случайности трагедии удалось избежать. А вот жилье смыло проливным дождем. В тот момент руку помощи семьям протянул Аким города Габидулла Абдрахимов. Градоначальник распорядился оплатить арендное жилье большому семейству на год вперед. Аким Шымкент лично побывал на месте происшествия. Тогда и было принято решение снести все ветхие строения. Сейчас со мной езжай тогда, на ладони кучерник, за счет спонсора мы оплатили. Прижал от улицы переставали квартиру, и все это спокойно травят с ним. Уже сегодня представители городского отдела архитектуры усиленно ведет подготовку необходимой документации для сноса старых и строительства новых многоэтажек в этом районе города. Это начало идет со стороны привокзальной площади улицы Анарова. Вы сами знаете, какой вид там сейчас. В самом проекте планировки там предусмотрены многоэтажные дома с объектами социальными, культурными, досугами и набережные благоустройства. Разделено на три этапа. Общие дома там идет частные где-то 420. По словам главного архитектора, сносить сразу 420 жилых домов в этом районе города не будут. Реконструировать район будет в несколько этапов. По окончанию строительства вместо 420 частных построек в микрорайоне будет 69 и 12 этажных дома. Что касается расселения гаражан, то большая часть из них согласна отдать свои земли и жилые дома под строительством многоэтажек. Но с предоставлением новых квартир в этой части города. Я готов отдать свой дом, если мне власти пообещают дать квартиру в одном из вновь построенных многоэтажек. Да пусть забирают, главное дали мне квартиру. Впрочем, ответственные лица от Акимата говорят, что у каждого горожанина, проживающего в этой части города, есть право выбора. Первый этап из бюджета предусмотреть дома строить, где-то гектаров идет площадь, на этом гектаре там где-то около 3-4 дома. По желанию будет представляться квартира или финансирование. Сам снос ветхого жилья и начало строительства планируется уже к концу текущего года. Продолжение следует...